всех приветствуем сегодня у нас изготовление балыка ну скажем хотел сказать что рыбный день но скорее всего более рыбная неделя потому что стоит подготавливается скумбрия от копчения сейчас готовятся семга от балыки значит ну всех кто наверно знает кто не знает что балык это тюркское слово которое переводится как рыба именно блюдо балык это именно сушеная спинная часть ценных пород рыб то есть это семга осетр кита дело в том что некоторые производители конечно когда нам продают говорят что пожалуйста это вот балык разделанная рыба так сказать расплющенный допустим толстолобик но вся весь балык должен изготавливаться из не костлявых рыб то есть я же это более ценные породы поэтому мы будем делать именно сам балык здесь у меня два там еще четыре на подготовке я посмотрю либо я буду ну скорее всего я сделаю несколько какие-то балыки вялеными просто с это вяленые некоторые балыки я сделаю копчено вяленые самоизготовление занимает долгое время примерно до месяца но я думаю что если вы это сделаете вам это блюдо понравится значит здесь у меня вот и на данный момент лежит две рыбешки две спины так сказать вот семги семгу я брал четыре с половиной килограмма четыре триста где-то в этих промежутках и вот сама спина у нас получается примерно кило 800 я хвостик оставил вот и поэтому я скидываю на хвостик потому что здесь будет цепляться веревка чтобы он сушился сейчас я доделал все остальные балыки и балыки будут положены укладены если не укладены то положены а если не положено то покладены чем в емкость для засолки для засолки будем использовать но я дам из расчета 1 килограмм то есть один килограмм рыбы на один килограмм рыбы примерно если плотно выходит где-то 900 грамм воды если чуть-чуть не плотная у вас емкость выйдет где-то литр 200 мы суммируем вес нашей рыбы прибавляем к нему вес воды литраж в весе и на каждый килограмм мы добавляем 50 грамм соли и 25 грамм сахара, нам больше как таковое ничего не надо хотите, можете добавить какие-нибудь своих специй, если вы будете коптить то это бесполезно а если вы будете просто вялить, можете добавить что-нибудь для остринки но я буду делать, скажем так, классический просто вяленая рыба, соль и сахар и даже я думаю, что если на то пошло тюркские народы в свое время этот балык делали просто с соли для того, чтобы можно было хранить эту рыбу так, значит сейчас я все доделаю выкладываю в емкость и ставлю на примерно на 5 дней потому что ну как бы рыба толстая примерно на 5 дней в холодное место это будет холодильник примерно 5 градусов температура для засолки прошло у нас 7 дней я достал из тузлука рыбу это 3 рыбехи которые я отбил потому что семья захотела с остальной рыбой чтобы это была слабосоленая семга но 3 штуки я сказал не отдам закрылся в комнате долго держал пока они не отступили в общем я ее достал повесил в сушильный шкаф чтобы обсохло чтобы была менее влажная поверхность и сейчас повесил ее в гараже в гараже у меня температура 14 градусов примерно влажность 70% сейчас я посмотрю что у меня тут да если вот видно будет 80% и 11 градусов тепла здесь у меня так же вот висит это будет скумбрия вяленая копченая вяленая то есть я ее прокопил и будет она вяленая так же у меня вот тут висят гусики которые будут вяленые по-татарски либо копченые ну это мы уже посмотрим значит через дней 10 дней 10 где-то я посмотрю какая-то из рыб будет может две я сделаю копченые а одну холодного копчения а одну я так и оставлю чтобы балык был чисто вяленый балык ну продолжаем дальше сегодня у нас 16 день вяленя наших балыков вяленя нашей рыбы рыба у нас потеряла примерно 20% от общего веса но если убрать шкуру кости это еще где-то грамм думаю под 400 с хвостом то рыба потеряла примерно 20 я думаю 28 где-то процентов от своего веса именно мяса то есть у нас получились вот такие вот такие вот отличненькие балочки как продукт сейчас я два балака отправлю на копчение холодное коптить буду с какой щипой еще не определился скорее всего это будет сахарный клен вместе с вишней копчение будет происходить сделаю дробно 7 часов копчения сутки отдых опять 7 часов даже не сутки наверное там часов 15 отдых потом еще раз сделаю копчение может быть так повторю два или три раза один балочок наверное самый большой балочок я повешу его не очень средний я повешу его дальше просто сушиться даже после копчения наша рыба все равно будет продолжать процесс вялки и вот настало время наших балыки употреблять прошло 37 дней я чуть-чуть запарился и как-то про них немножко подзабыл значит у нас есть один балычок холодного копчения и один балычок просто вяленый здесь у нас получается копчено-вяленый здесь просто вяленый значит вярелось при температуре примерно 11-12 градусов влажность хорошо что дожди перестали идти влажность 65-68 процентов дело в том что как раз 65 процентов это как раз та влажность которая нужна чтобы вялить нам рыбу мясо это происходит вялене если допустим 75 будет вялене у нас уже не получается потому что рыба не будет успевать отдавать воду она так же будет забирать и это даже могу привести пример с хумидорами хумидор это такой ящичек для хранения сигар я когда курил у меня не сигары были а сигареты которые я набивал с табаком ложил в хумидор и там держалась всегда влажность 75 процентов это самая оптимальная влажность для сигар для сигарет то есть это замечательно если выше это уже будет она уже будет впитывать себя всю влагу ну а если ниже 65 она будет просто быстрее высыхать что тоже есть нехорошо за этим надо следить ну наверное начнем мы с просто вяленого балыка значит вот такой у нас вот вид еще у нас потеря по весу потеря по весу составила за это время 30 процентов если посчитать это за вычетом шкуры хвоста костей то по мясу усыхаемость вышла наверное процентов 40-43 потому что как бы шкура не высыхает хвост нет этот нет ну хвостик если что надо обрезать но мне здесь просто было удобно ну давайте начнем пробовать с балыка с просто вяленого потому что балык копченый будет перебивать тогда у нас вкус ну давайте нарежем его в этот отрежем как раз середину чтобы отрежем середину чтобы можно было вот так значит что у нас здесь есть то есть у нас получается вот такая вот структура рыба очень жирная дело в том что эта рыба даже так сказать в ставках выращивается я сомневаюсь что эта рыба дикая поэтому она более жирная и ну вот жир у нас аж аж течет давайте посмотрим что у нас тут как он у нас по вкусу сейчас чуть сейчас посмотрим как он у нас по вкусу значит мы берем убираем нашу косточку вот так и вот так вот видите и попробуем это можно сказать что это просто великолепно у нас мясо с которого был удален была удалена вода а вместо воды у нас занял жир очень вкусно вяленые куски напоминают вяленую икру как вяленая икра сама само мясо я говорю это не произойдено я даже не знаю как это передать хорошо мы откладываем в сторону нашу рыбку наш балучок просто вяленый и берем на пробу балык копчено вяленый значит убираем первую и берем вторую часть но что у нас здесь структура у нас здесь немного потемнее жирность практически точно такая же запах копчености очень очень приятный скажу что сравнивать если то здесь у нас еле заметный запах рыбы на просто вяленой этой лососе здесь у нас запах копчения и сейчас мы попробуем такой здесь у нас мне кажется здесь мясо немного плотнее скорее всего за счет того что оно но и по плотности чуть-чуть в этот за счет того что проходило копчение копчение проходило я забыл сказать копчение было у нас 7 часов то есть 7 часов днем я коптил до следующего дня у нас было она просто висела проветривалась опять коптил проветривалась опять коптил то есть 3 по 7 часов температура была 25 градусов щепа использовалась сахарный клен с вишней и яблоком ну давайте пробовать наше да мясо здесь намного плотнее структура намного плотнее и вкус ну если честно намного вкуснее за счет копчености которую мы придали копчением сейчас так те которые места поближе шкурки замечательная рыба я скажу что по соли по соли она чуть-чуть соленоватая но это еще надо учесть того что я соленая сильно не ем она чуть-чуть соленоватая и мы не можем сделать ее менее соленой потому что здесь у нас процесс холодного копчения и вяления он как раз и заключается в том что мы уже или коптим или вялем уже готовый продукт который готов к употреблению если мы сделаем меньше соли добавим у нас получится вероятность того что мы можем испортить наш продукт так заканчиваем запах заканчиваем наш эксперимент по приготовлению балыка с семги мое мнение однозначно я буду делать именно копчено вяленые балыки потому что вкус у него совершенно совершенно другой и копчение придает ему специфическую специфический оттенок так ну на этом я закончу наш ролик если у вас будут какие-то вопросы вы можете их задавать всегда отвечу но по приготовлению более-менее понятно жирок аж вытекает то есть я бы конечно еще поменьшил жира потому что жира очень много так ну как всегда спасибо вам за внимание так до новых встреч мне приятного аппетита с Продолжение следует...